Друзья, всем привет! Мы в Сент-Ропе, здесь плюс 20, теплый, ласковый ветер, яхты пришвартованы в историческом центре. И после холодного Петербурга кажется, будто мы попали в рай. Причем в рай для яхтсменов. Ведь именно здесь проходит чемпионат мира Swan One Design. 41 лучшая команда мира, 16 из них представляют класс клаб Swan 50, в котором сражается и российский броненосец. И действительно нам предстоят просто сумасшедшие по напряженности дни. И эта неделя будет очень жаркой, и я думаю, что вам всем понравится. Погнали! Блин, Сент-Ропе вы сами видите, это, наверное, лучшее место в плане, что мы стоим здесь так круто в центре города. Эмоции супер, впечатления тоже. Как, нормально Сент-Ропе. Только очень сильно крутят здесь. Сент-Ропе is a very nice place. You have a good rose, you have a good formage, cheese. Сент-Ропе надо быть в августе, в конце. Когда дует мистраль, тогда много ветра. Вот. А в октябре розе и устрицы. В принципе, Сент-Ропе как Сент-Ропе. Команда броненосец Клабс Ван 50 – это 16 человек. Морские волки, прошедшие не одну регату, и мозг команды тактик Васка Васкота. В его золотой коллекции 25 чемпионатов мира. Сколько миль за эти годы он прошел под парусами, не сосчитать. Васка отдает команду экипажу, а лодкой управляет Полина Любомирова. Единственная девушка рулевая. Скажи, пожалуйста, парни тебя поддерживают, подсказывают тебе, как правильно идти, что лучше сделать? Конечно, и команда очень поддерживает, и, в принципе, весь флит хорошо ко мне относится, потому что, конечно, я единственная девушка, им это нравится. Для броненосца минувший сезон складывался удачно. Команда взяла бронзу на Копа Дел Рей, да и в предыдущие годы экипаж зарекомендовал себя как лидер. Серебро на чемпионате Европы в 17-м году, четвертое место на мировом первенстве в 18-м, бронза Нейшнс Трофи в 19-м. На этой регате броненосец также стартовал успешно. В первый гоночный день команда финишировала третий. Несмотря на неустойчивый ветер и непривычную акваторию, в Средиземноморской воде ребята чувствовали себя как в своей стихии. Разрешите вам представить еще одну участницу этих соревнований? Ее нет в списке участников, и она не получит медали. Но без нее это соревнование было бы попросту невозможным. Знакомьтесь, лодка-броненосец. Это яхта класса Club Swan 50. В переводе с английского Swan означает лебедь. И это название словно подчеркивает драциозность и изящество лодки. А 50 – это ее длина в путах. Давайте больше узнаем про эту красотку. Александр Якимов – триммер в команде. На этой позиции работают только самые опытные. Они настраивают паруса и, как говорят яхтсмены, чувствуют ветер кожи. Мгновенно реагируют на изменившуюся обстановку и принимают верные решения задолись. Сердце лодки – это автогард, это корма, как правило. То есть, где, условно говоря, это мозг лодки, где задается весь импульс команды, где обстроятся планы, где происходит управление лодкой. Мое рабочее место, оно практически по всей лодке, потому что, собственно, я отвечаю за настройку мачты, за главный парус. Ну и, соответственно, у меня много всяких тут веревок и гидравлика, кнопок. У каждой лодки свой характер. Главное – заботиться о ней. Тогда яхта ответит взаимностью. Эта яхта приспособлена к длинным гонкам, там, вот как Nord Stream, да, допустим, на них ходят, вот так и к коротким гонкам. Это достаточно такой тяжелый снаряд, который надо уметь настраивать, уметь на нем ходить. Второй гоночный день на чемпионате мира станет самым насыщенным. На сегодня запланированы три гонки, ну и прогноз обещает нам – отличный рабочий ветер. Очень теплый воздух, теплая вода, очень комфортно находиться на воде, ну и дрон уже в воздухе, а это значит, мы покажем вам все прямо из портера, из первого ряда. Броненосец вышел на старт с боевым настроем. Все знали, что этот день может стать решающим, ведь потом синоптики обещали совсем слабый и неустойчивый ветер. Почти сразу броненосец взял курс на первое место и закрепился в числе лидеров. Ничто не предвещало проблем. Обычно, когда говорят, что гонка для команды была неудачной, имеют в виду, что их смены плохо показали себя. Но для броненосца второй день рикаты стал неудачным в буквальном смысле. Внезапно яхта потеряла ход, грот пошел вниз, стало очевидно, что это поломка. Неудачи тоже случаются. Из-за досадной поломки в гонке броненосец пропустил большую часть флота вперед. Экипаж шел в топ-5 и боролся за приход в тройке. Но в результате смог финишировать только 14-м. В итоге, ребята, сейчас с Майнали Грот прямо за нашей спиной. Пьетро поднимался на мачту для того, чтобы устранить какие-то неполадки. Мы пока не знаем, что там произошло. Обязательно узнаем и расскажем вам. Мы надеемся, что наши останутся в гонке. Баковый Пьетро Монтовани практически взлетел на мачту и тут же обнаружил, что сломалась каретка грота фала. С помощью подручных средств Пьетро устранил поломку и броненосец продолжил регату. Мы продолжали идти, то есть курс оставался таким же. Самое главное было просто пытаться как можно лучше управлять водкой с такими условиями, которые были. Ну и потом, после того, как восстановили и Грот подняли, конечно, сразу восстановились таргеты и пошли дальше. И поэтому я пришел на мачту на мачту и пытался решить проблему как быстрее возможности. Мы восстановили мачту с спиртом спинак и альер, и я делал temporary ласшение, чтобы закончить рейс. Было тяжело, чтобы быть на мачту на мачту? Ну, я должен сказать, что, в результате, сегодня не был плохой день, потому что это было плотное водо. Так что, для меня, это было не так сложно. И тогда, в этой ситуации, адреналин был так высок, что нужно решить все это быстро, чтобы вы не любите, что вы не любите об оборудовании. Там был небольшой зазор, который попала веревка и перетерлась. Мы только получили этот парус, у нас не особо было много времени проверить. Кто виноват? Команда. Производители. Нет, не производители. Мачты. Это наш фол. Мы не уследили. Каждый вечер после гоночного дня команда собирается на разбор полетов. На брифинге они смотрят видео, анализируют ошибки, разбирают тактику, стратегию и готовятся к следующему дню регаты. Пойдем посмотрим. Васко Воскотта бывал в переделках и похуже. И, несмотря на горячий итальянский характер, ничуть не показывал волнение. Как вы, если вы готовы уйти? Как вы готовы уйти? Как вы готовы уйти? Как вы готовы уйти? Когда они потеряют свою мотивацию? Когда они не успеют? Мы счастливы, мы делаем, что мы любим, наш спорт. Мы очень успешны. Я думаю, что мы имеем возможность победить сезон. Мы имеем все, что нужно победить сезон, потому что, я думаю, что наша команда дала нам все, чтобы попытаться быть компетитивными. Практически весь третий день команды ждали ветра. Паруса бессильно опускались, а синяя гладь моря могла порадовать только туристов. За весь этот день прошла только одна гонка. Броненосец частично отыграл отставание, придя к финишу третьим. Но впереди был еще решающий день. Финальный день соревнований. Ребята, а теперь мы хотим вам показать, как готовят лодку каждое утро. Дело в том, что в море не должно быть никаких неожиданностей. Все должно быть проверено от топа мачты до киля и подготовлено к гонке. Каждая веревочка. И это не преувеличение. На рассвете Борис Кучеренко надел акваланг и проверяет, все ли там в порядке внизу. Борь, что там вообще можно разглядеть? Вот такие лангустины. Во время регаты Борис Кучеренко надевает акваланг каждое утро. За полчаса ему надо проверить, все ли в порядке на подводной части яхты. А еще очистить днище от наросших ракушек, чтобы не мешали гоняться. Такая мелкая слизь, которая потом, впоследствии, перерастает уже в ракушки. И эти ракушки очень сильно тормозят яхту. Неужели за один день столько всего успевает? Да, и чем теплее вода, тем быстрее и быстрее все эти микроорганизмы развиваются и прилипают на яхту. День начинается рано. Заканчивается поздно. Мы одни из первых, кто приходит на яхту и делаем все, что у нас записано в нашем блокнотике. Вот в таком. Чек-лист в этом блокноте включает в себя и состояние корпуса под водой, и такелаж, и паруса, и надежность мотора. Береговая команда, три человека, проверяет все до мелочей. Причем дважды в день. Мачта тоже всегда проверяется с вечера. То есть лодка заходит после гонки, поднимается человек на мачту, проверяет, все ли на мачте у нас в порядке. Все ли у нас краспицы на месте, фалы, блоки, шкивы и так далее. Спускается, говорит, все нормально, яхту можно оставлять в доке, не надо ее вытаскивать из воды. Ну и так далее, и тому подобное. То есть от носа до кормы идет проверка, не качаются ли у нас стойки. В Сантропе наконец-то появился ветер, и финальные гонки стартовали. Все решится в ближайшие несколько часов. Полный валидол, друзья. Очень переживаем за наших и желаем только победы и удачи. Финальная гонка оказалась богатой на эмоции. Было у броненосца и нарушение на старте, и пришлось раскручиваться на 360 градусов. Команда не опустила руки, и первый же знак броненосец обогнул вторым по счету. На полном курсе ребята также шли в числе лидеров. В решающий момент не побоялись рискнуть, чтобы прийти первыми, но немного не повезло с ветром. И в итоге броненосец завершил регату на пятом месте. Это спорт, поэтому работаем дальше. Опустошен немного результатом. Результат не так, что мы ожидали. По крайней мере, показали, что мы быстрые, можем соперничать и можем биться за подиумом. Просто нам чуть не повезло. Очень насыщенный чемпионат. Каждый день был очень разный, разные условия. Было, конечно, тяжело угадывать. В какие-то моменты у нас получилось получше, в какие-то чуть похуже. Но флот очень сильный, очень сильный. Поэтому разница тоже минимальная. И каждый метр имеет огромное значение для плейподиума и для победы. Я думаю, что для нашего команда это было хорошим опытом. Это было хорошим опытом, который нам очень много вещей. Счастливо, они уехали несколько ошибок. И они потеряли несколько пунктов на дороге. Но я уверен, что в следующем году они вернутся и будут очень сильные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это были потрясающие четыре дня, наполненные эмоциями, стремлением к победе, драйвом и адреналином. И пусть удача не всегда была на нашей стороне, зато броненосец проявил себя как настоящая команда. Гонки завершились, завершился сезон. Но борьба за звание лучшей команды мира не завершится никогда. Я думаю, что уже буквально через пару-тройку месяцев нашей команде вновь предстоит поднимать паруса, для того, чтобы доказать, что они лучшие. Друзья, ходите под парусом, любите парусный спорт. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok